Если вы когда-нибудь сами сталкивались с панической атакой у людей, вы знаете, что ее последствия для психики очень тяжелые, вплоть до остановки сердца. Собаки могут испытывать приступы паники точно так же, как и люди, то есть внезапное чувство сильного страха и беспокойства, что вызывает соответствующую физическую реакцию. Ярчайший пример этому собакам Марли в известном фильме «Марли и я», который панически боялся грозы, и хозяевам приходилось запирать его в очень крепкую клетку во время грозы. Иначе он просто разносил дом, крушил стены, рвал и ломал все вокруг. А также приходилось давать ему в это время сильное успокоительное. Поговорим сегодня о причинах, симптомах паники у собак и о том, что с этим делать. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Питомник лабрадора from Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Приступы паники у домашних животных могут возникать внезапные, безвидимые причины, но среди самых распространенных называют грозы и салюты. Не секрет, что каждый год во время новогодних праздников теряется огромное количество собак. Они срываются с поводка во время праздничного салюта и в панике убегают, куда глаза глядят. Поэтому владельцам таких тревожных собак нужно быть особенно осторожными в это время. Например, собака, которая не любит поездки на машине, может начать беспокоиться, когда дверь гаража открывается и берутся ключи от машины, потому что это сигнал о том, что скоро состоится поездка. Большинство собак хорошо справляются со своим беспокойством и испытывают его только в виде коротких вспышек во время стрессовых событий, таких как поездка к ветеринару или встреча с агрессивной собакой. Этот вид беспокойства является нормальным и связан с реакцией «бей или беги», и собаки вскоре успокаиваются после устранения стрессового фактора. Все мы наблюдали, как наши любимые питомцы уже при виде двери в ветеринарную клинику начинают беспокоиться. В самой клинике они испытывают сильный стресс. Некоторые начинают зажиматься и пытаться забиться куда-то в угол, другие всеми силами пытаются оттуда сбежать. И все мы наблюдаем, что когда мы покидаем клинику, собака бежит оттуда со всех ног, счастливая и довольная, что отделалась легким испугом. Но некоторые собаки испытывают постоянную тревогу и могут испытывать стресс из-за пустяков, которые не беспокоят других. Например, такие повседневные вещи, как шум уличного движения или уход хозяина на работу, могут оказаться слишком травмирующими для этих собак. Именно такие, говоря простым языком, нервные собаки склонны к эпизодам сильной тревоги или приступам паники. Паническая атака у собак может проявляться по-разному. Если вы подозреваете, что у вашей собаки паническая атака, вы можете заметить такие признаки. Учащается пульс, собака начинает дрожать, нарушается дыхание, собака начинает задыхаться, собака начинает бегать и суетиться, наблюдается повышенное слюноотделение. Собака может прыгать, может наделать неположенную лужу или кучу, собака может прятаться, может наблюдаться рвота, собака может копать. Определить сильный стресс у собаки можно также по мимике и позе. Уши отведены назад, голова опущена, губы напряжены, глаза на выкате, хвост опущен между ног. Как помочь собаке, у которой паническая атака? Во-первых, постарайтесь сохранять спокойствие. Ваша энергия может повлиять на то, как чувствует себя ваша собака. Врачи также рекомендуют использовать средства для снятия стресса, такие как специальные успокаивающие капли, ошейники, спреи с феромонами или на эфирных маслах, которые облегчают тревожное состояние собаки. Они продаются во многих зоомагазинах. Специалисты также предлагают всегда держать под рукой любимую игрушку или лакомство, которое можно попытаться отвлечь собаку во время сильного стресса. Собакам, которых невозможно успокоить, может потребоваться тихое место для восстановления с успокаивающей музыкой, например, классика или джаз, и удаление основных раздражителей, таких как шум, яркий свет, много людей, других животных и т.д. Может потребоваться и сильное успокоительное, которое прописывает обязательно ветврач. Сами не прописывайте ничего. Конечно, очень важна ранняя социализация щенка. Ссылочку на мой ролик на эту тему даю в конечной заставке к этому видео. Очень важно грамотно и последовательно приучать щенка с самого раннего возраста к самым разнообразным событиям, людям, предметам, звукам и т.д. Если не справляетесь сами, обратитесь к профессиональному тренеру. Важно отметить, что если приступ паники исключен, но ваша собака по-прежнему ведет себя тревожно, это может быть признаком физической боли или болезни, например, эпилепсии. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы не можете связать тревожное поведение с каким-либо очевидным стрессовым фактором, таким как гроза или новые люди, приходящие в дом. Кроме того, если ваша собака ведет себя странно, но вы не чувствуете, что это связано с тревогой, возможно, она проглотила яд. Такие вещества, как никотин, кофеин и теобрамин, которые содержатся в шоколаде, могут действовать как стимуляторы, вызывая симптомы, похожие на приступ паники. Так или иначе, самое главное, сохраняйте спокойствие и не забывайте делать все возможное, чтобы ваш питомец чувствовал себя в безопасности. В большинстве случаев эту проблему можно, если не полностью решить, то хотя бы существенно облегчить, если вы проявите любовь, заботу и будете следовать советам грамотных специалистов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.